Итак, те, кто к нам присоединился буквально минуту назад, давайте все-таки я немножко вернусь чуть-чуть назад и скажу о том, что я уже говорил тем, кто слушал меня с самого начала. Итак, вот эти большие события, которые произошли в декабре 2019 года, да и, наверное, до текущего момента, для всех, для нас были не только определенным вызовом, но и четким перестроением того, как мы представляем не только свою личную жизнь, но и наши все бизнес-процессы на любом предприятии. И заставили оперативно в очень короткие сроки принимать какие-то решения, что-то изменять. И научили, ну для меня, по крайней мере, пришло понимание окончательное и бесповоротное, что вот эти подобные кризисы не могут произойти опять снова. Это раз. Во-вторых, соответственно, работа удаленная, это все-таки работа, а не какое-то там безделие за экраном компьютера или за экраном телевизора за просмотром любого сериала. Ну и самое главное, и самое, наверное, неприятное для меня, все-таки я понял, что человек является как раз и слабым звеном пищевой цепочки эволюции. Ну, к сожалению, он не царь звери, и вы можете представить, что если какой-нибудь сотрудник, ключевой, не ключевой, у вас на производстве заболел ковидом, он является уже потенциальной угрозой для вас. В первую очередь, и самое главное, для, не с точки зрения даже физиологического, там, вы заболеете, попадете куда-нибудь там под какое-нибудь медицинское учреждение, либо что-то еще, а самое главное, что ваш бизнес от этого человека очень сильно зависит. Если вы занимаетесь отгрузками, и у вас ваши схватки сотрудники стали заболевать пачками, штабелями, друг за дружкой, вы не сможете отгружать своим клиентам груз и не сможете отгружать продукты. Ваш бизнес начнет восстанавливаться, вы начнете неподополучать прибыль, ну и это приведет к тому, что ваши, на котором вы любите, на котором вы работаете, многие работают по много-много лет, просто-напросто обанкроются, и вы можете остаться без зарплаты, крошки хлеба и без любимой работы. Поэтому, чтобы этого избежать, мы считали, считаем и будем считать, что первоочередная задача любого предприятия, а в особенности сейчас, в данных рамках, это начинание модернизации своего производства, модернизации своих бизнес-процессов. Где-то это будет полная модернизация, где-то будет частичная модернизация, где-то будет кусочная модернизация. У разного предприятия, существуют разные бизнес-процессы, их можно по-разному модернизировать. Ну, например, мы достаточно давно всем предлагаем информационные киоски. Казалось бы, такая, ну, уже набившую оскобленную тема, как информационные киоски, мы все их видели, знаем, некая металлическая железная конструкция, похожая на банкомат, с какими-то клавиатурами, что она может, как она может модернизировать наше производство, как она может помочь увеличить производительность нашего киоски, либо избежать остановки нашего производства в пандемию, например, да, казалось бы. А давайте посмотрим на пару простых сценариев, в которых могут использовать данные информационные киоски. Ну, самый простой, самый очевидный. На территории предприятия должен заехать грузовик, машина, автотранспортное средство, либо просто пройти какой-то сотрудник посторонного учреждения. В стандартных условиях этот сотрудник должен заполнить форму, пройти собеседование, личное собеседование с сотрудником охраны, пройти его, приложить какой-то пропуск, получить. То есть в стандартных условиях входящие на территорию предприятия всегда являются прямым контактным. Эти информационные киоски в сценарии работы, выдачи пропусков, контроля за входом на территорию предприятия позволяют избежать прямого контакта с человеком. То есть, ну, вот центральный, в моей большой слайде, где видно красный большой киоск и молодой человек спиной стоящий, это стандартный информационный киоск, может работать как на улице, так и внутри помещения, предназначен для выдачи пропусков на основе сканирования паспорта и заранее заложенного задания на выдачу пропуска для определенного сотрудника или определенного человека. Эти же информационные киоски могут быть чуть-чуть подзагружены более сложно. Ну, например, некоторое предприятие, перед тем, как сотрудник постороннего организма сойдет на предприятие, должен пойти некий инструктаж. Перед тем, как получить пропуск, на этом информационном киоске мы можем загрузить инструктаж, и пока человек не пройдет этот инструктаж, он не получит пропуск, а если он не получит пропуск, он, значит, не получит доступ к территории предприятия, не сможет на него зайти. Ну, это как бы один из сценариев применения. Второй сценарий применения, например, выдача документов из бухгалтерии. Да, сотрудник вашего предприятия захотел каким-то образом получить выписку по зарплате, ну, а в условиях сложной загруженности он должен куда-то пойти, где-то отстоять очередь, что-то, какой-то документ написать. Теряется время, отвлекаются сотрудники с использованием информационного киоска, с определенными сценариями его работы. Любой сотрудник, например, в объединенный перерыв захотел получить выписку по зарплате, либо НДФЛ, приходит, делает запрос, использует свой пропуск в качестве электронной подписи, запрашивает данный документ, и этот документ он может получить либо, в зависимости от алгоритма работы предприятия, у секретаря, либо же данный информационный киоск может распечатать этот документ прямо ту же сотруднику. Достаточно простое и эффективное средство, которое позволяет сократить простой человека и меньше отвлекать важный персонал для важных работ. Если мы дальше в информационной киоске совмещаем с неким спутсистемой, тогда мы можем уже не только пропускать на территорию, или не только выдавать пропуска на территорию, но и пропускать автотранспорт на территорию, например, либо контролировать проезд сотрудников на своем личном транспорте, тем самым упрощая работу сотрудников охраны, которые занимаются пропуском данных видов транспорта. Подобные информационные киоски используются у нас на электронной очереди в системе ЯРТ. Достаточно популярны, достаточно хорошо зарекомендовали. Конструкция наполняемости этих информационных киосков представлена немножко на этих слайдах. Их они сделаны нашей компанией Solvo, производятся нашей компанией Solvo. И наполняемость компонентов протестирована на большом количестве решений и позволяет сказать, что данное решение уже не первый год работает в разных условиях, но без каких-либо сложных проблем и выхода из строя данных информационных киосков. Это вот то, что касается информационных киосков. Казалось бы, небольшая вещь, но она очень четко позволяет небольшой кусочек бизнес-процессов модернизировать, сменить и там, где возможно, убрать лишнее слабое длино, такое как человек. Если мы пойдем немножко дальше и оттолкнемся от того, что все-таки мы хотим больше убрать человека от использования производства, тогда нам нужно обратиться уже к более словным решениям и попробовать поработать с так называемыми коллаборативными роботами. Это чем обычный робот отличается от коллаборационного робота? В первую очередь, коллаборационный робот очень простой, с большим количеством захватов, поднимает и обрабатывает груз от 5 до 16 килограмм, очень просто модернизирует, имеет большую степень свободы, практически на 365 градусов, имеет небольшие габариты, легко, самое главное, в отличие от промышленных роботов, очень легко может перестраиваться на любую задачу. Например, у вас есть на текущий момент, на сегодняшний задач, например, паковать коробки с продукцией, вы используете этот робот. Завтра у вас появилась другая задача, паковать палеты. В течение одного-двух дней вы перестраиваете этого робота и перестраиваете свое производство. В условиях сложных, таких как пандемия, либо какой-нибудь карантин, подобное решение и подобное, самое главное, оперативное переустройство коллаборационного робота на новую задачу позволяет оперативно перестроиться и не потерять ни один из бизнес-процессов. Ну да, у нас заболел сотрудник, который занимается упаковкой коробки. Ну и что? Мы перестроили нашего робота на упаковку коробки, бизнес не пострадал. На этих слайдах представлены типичные, да, вот типичные решения, которые сейчас очень широко используются. Это формирование палеты и упаковка продукции в коробке. Я хотел бы показать видео, которое демонстрирует, как у нас происходит упаковка продукции. Сейчас видео подгрузится. Я надеюсь, что вы видите данное видео. Вот на данном видео, да, один из коллаборационных роботов производит формирование палет с разных сборных ячеек в разное направление. То есть обратите внимание, на территории, там, где у нас работает данное устройство, находятся сотрудники. То есть это говорит о том, что данный робот достаточно безопасен для каждого сотрудника. Если мы эти коллаборационные роботы, например, дооснащаем сканером штрих-кода, мы можем при заборе партии товара и формировании палет автоматически сканировать всю упаковку, упаковку каждой продукции. После формирования палет, формировать, соответственно, палету, сканировать палету и передавать всю эту информацию в ОМС-систему и дальше отправлять в нашу главную систему. То есть практически мы можем сократить и убыстрить наш бизнес-процесс, связанный с отгрузкой товара и упаковкой ее в палеты. Продолжение следует... То есть практически получается, если мы где-то когда-то использовали на этих участках человек для сбора, формирования палет и печати этикетки, как вот сейчас аппликатор печатает с двух сторон этикетку и сканирует, то сейчас мы можем достаточно безболезненно с небольшими... перестроением небольшого бизнеса поменять свой бизнес-процесс и запустить новый бизнес-процесс без участия человека. Вот хотел бы показать еще одно видео, опять же, связанное с коллаборационным роботом. оно больше демонстрирует формирование, как бы, упаковки, вернее, даже не формирование упаковки, а подготовку коробки для отгрузки товара в нее. Зачастую мы используем человека для того, чтобы сотрудник собрал коробку и каким-то образом его поставил на конвейерную линию. Данный робот позволяет ее в автоматическом режиме сформировать самостоятельно и отдать ее дальше на погрузку. Вот обратите внимание, коллаборационный робот работает в нескольких плоскостях. Его манипулятор достаточно просто и быстро может быть заменен на какой-то другой, например, на гидравлический, который позволит поменять процессы, и по-другому перестроить свой бизнес-процесс. Поэтому старайтесь думать о том, как проще перестроить ваш процесс и постарайтесь подумать о том, где, в каких точках вы можете заменить человека и внедрить вот этих коллаборационных роботов. Сейчас бы я хотел вернуться дальше к нашей теме, к нашей презентации и двинуться дальше. Теперь бы я хотел поговорить об очень... Я уже тут скольк затронул о том, что мы пропускаем на территории предприятия сотрудников, вынуждены выдавать пропуска, но текущая ситуация принесла новый способ пропуска на территории наших сотрудников. Если раньше мы наших сотрудников пропускали, даже не сотрудников, а транспорт сотрудникам пропускали с использованием систем видеораспознавания номеров контейнерных терминалов либо с использованием RFID, то теперь у нас появились новые запросы, новые тенденции, особенно связанные с COVID-19. То, что каждый сотрудник при входе на территорию предприятия должен быть расконтролирован с точки зрения температуры. Большинство из вас, наверное, уже проходили эту процедуру, и у вас есть в офисе инфракрасные устройства, которые позволяют мерить либо самостоятельник сотрудника температуры, либо же представители охраны, либо представители пропускной системы мерят сотрудник температуру, записывают ее в какой-то журнал, и по самому факту измерение этой температуры является без лицевой. То есть сотрудник кому-то человеку померил температуру, в какой-то журнал куда-то записал, у нас нет цепочки продвижения, кто это зашел на предприятие, какая температура, нет лого прохода сотрудника на территорию, какую была температура. И на текущий момент появились устройства, которые позволяют дистанционно ввести всю базу данных при проверке температуры сотрудника. Это вот на картинке справа вы видите радиостермина, очень похожий на смартфон, который оснащен сканером 1-2 штрих-кода, что позволяет считать стандартные штрих-кода и обычные. То есть сотрудник предъявляет свой пропуск, сотрудник охраны его сканирует, после этого проводит инфокрасным термометром, который расположен в торце этого устройства, замер температуры, передает эту информацию в информационную систему, и таким образом производит некое логирование системы. И мы можем видеть в динамике, какой сотрудник с какой температурой пришел, можно ли ему прийти на производство с этой температурой. И если у него температура повышена либо понижена, мы автоматически это видим и можем просигнализировать и выдать информацию, например, там, в медицинский кабинет, чтобы к нам сюда пришла медсестра, и уже руками померовать температуру, может быть, сразу же конституризировать этого сотрудника, чтобы он не заражал весь наш персонал, а как-то его дистанционизировать и передать в руки наших славных медиков. Попробую еще раз видео, которое показывает реальную работу. Чем интересна эта устройство? То, что оно одновременно имеет и считатель RFID, и имеет считатель RFID. То есть, если у вас есть пропуск, например, вы можете приложить в вас пропуск и померить температуру сотруднику, сразу автоматически привязав его к информационной системе. Вот таким вот образом может быть осуществлен контроль температуры сотрудников на предприятии. Это позволяет нам, опять же, да, контролировать наш персонал на... Во-первых, болеет он, не болеет, повышенная температура он, не повышенная температура, контролировать и пропускать на территорию не тех людей, которые просто не болеют. И это нам не болеет. И это нам позволит очень сильно сэкономить потом, в дальнейшем, с точки зрения нашего бизнеса. Мы вот остановились на вот таком устройстве, который похож на наш традиционный радиотерминал, очень похож на наш традиционный смартфон, который имеет 5-дюймовый экран, работает на Android 9-й версии, и, соответственно, обладает модулем NFS, модулем с считанием 4 кодов, 5 ампер-часов аккумуляторной батарейки, достаточно легкий, выполнен в бактериоциальном корпусе. То есть он позволяет обрабатывать реактивными химическими для обеззараживания данного устройства. Еще один плюс данного устройства. Но это устройство мы можем использовать тогда, когда у нас есть сотрудник и контролирующий человек. А если мы хотим избежать человеческого фактора, тогда мы должны перейти вот на такое устройство, которое по своей сути является гибридным и представляет из себя планшет 7-дюймовый, опять же, на операционной системе Android. Но самая важная вещь этого устройства – это то, что он имеет интерфейс вегановский и интерфейс 485-й. Что это такое? Эти два интерфейса позволяют подключиться к любому SCUD-у и управлять, соответственно, входом на территорию предприятия без учета человека. То есть человек, подходя к этому устройству, меряет свою температуру. Если температура у человека нормальная, соответственно, ворота двери либо шлагбаум открывается, пропускает сотрудника на территорию, это устройство может работать в режиме офлайн, то есть оно может быть не подключено к никакой, как бы не иметь информацию, не иметь взаимодействия с существующей SCUD-системой. До 10 тысяч записей по сотрудникам она хранит у себя на жестком диске и позволяет в автоматическом режиме настроить его для пропуска персонала на территорию. Примерно оно располагается вот таким вот образом на стандартных воротах. Когда сотрудник проходит, температура меряется и, соответственно, ворота открываются, сотрудник проходит. Если же по каким-то причинам температура отличается от обзаданных параметров, он, к сожалению, не сможет пройти на территорию предприятия. Данное устройство очень быстро можно внедрить в предприятие. Стоимость не такая дорогая, сопоставима со стоимостью любого радиотерминала промышленного и достаточно оперативно вы можете модернизировать. Если ваш сотрудник охрана заболел, вместо него поставить такие вот гибридные устройства и пропускать сотрудника на территорию. Это все, что я хотел вам рассказать о контроле доступа. Теперь же я хотел бы немножко поговорить с точки зрения удаленного мониторинга и удаленной работы сотрудников. Или даже наоборот, по-другому. Как удаленный мониторинг и удаленная работа сотрудников позволяет нам двинуться на более другой уровень в управлении наших складов и помощи нашим сотрудникам, которые занимаются работой на складе, собирают товар, изменить и упростить их работу. Для меня, вот я достаточно здесь интересуюсь для себя, как любителя, всякими новостями, которые присылаются с НАСА. Было очень интересно послушать, как компания НАСА перевела всех своих сотрудников на удаленную работу. И самое очевидное, самое интересное оказалось, то, что Центр управления марсоходом перенесли, все сотрудники перенесли себя на рабочее место и спокойно управляли. И вот эти текущие тенденции, технологии дают нам возможность ну, как бы сказать, не только оперативно решать любую возникшую проблему, но и помогать нашим сотрудникам, даже те, которые не обладают богатым техническим запасом, решить ту либо другую проблему. Компания TeamViewer, наверное, вы ее знаете, совместно с компанией Ubimax создала решение TeamViewer Pilot, которое позволяет, используя либо очки дополнительной реальности, либо обычный смартфон, сотруднику, который обнаружил какую-то неисправность, связаться с Центром технической поддержки, находящейся удаленно, и решить эту проблему, и сотрудник удаленной техподдержки, используя сотрудника по месту, который ничего не знает, показывая, что нужно сделать на экране, выполнять ту либо другую операцию. Ну вот типичная ситуация, когда каждый сотрудник занимается своей работой, и по каким-то причинам он не может выполнить свою текущую работу. В обычных условиях решение бы этой проблемы заняло достаточно большой промежуток времени. Нужно было бы позвонить сотруднику техподдержки, дождаться его вызова. Здесь же все происходит немножко по-другому. Вы используете обычный стандартный смартфон, который у вас есть, связываете с техподдержкой, и техподдержка вам помогает. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Что дает нам это технологическое решение? То есть оно позволяет нам оперативно устранить те неисправности, которые у нас есть, без вызова на территорию сотрудников техподдержки. Вот представьте, например, у вас какое-то куплено дорогостоящее устройство, например, штабелер или погрузчик. Техническая поддержка находится, ну, допустим, вы находитесь в Веливостоке, техническая поддержка в Москве. И для того, чтобы ваш погрузчик или вашу сложную конвертную линию починить, соответственно, техническая поддержка должна приехать, отремонтировать и сделать. Здесь же все вы можете сделать, используя руки вашего сотрудника. И вот эта коллаборация между технологическими решениями сотрудниками приводит к тому, что мы можем переложить эти решения на наши складки операции. То есть использовать очки виртуальной реальности, дополнить с какими-то дополнительными функционалами и использовать уже PIC by Vision вместо стандартных различных для того, чтобы выполнять свои стандартные операции. На текущий момент большое количество компаний, которые пытаются с тем или другим долей успеха войти на этот рынок, но мне кажется, вот у компании VEBRA в этом году появилось действительно реально интересное решение, которое всем нам поможет использовать очки виртуальной виртуальной реальности для работы на складе. Чем оно отличается от других решений? Это носимый дисплей. Он не обладает ни Wi-Fi, ни аккумуляторной батарейки, эти очки. У него только стандартная оправа очков, линза, телефонная гарнитура, по которой можно разговаривать. Работают они, соответственно, в условиях от минус 4 по Фаренгейту либо от минус 20 до 50 по стандартному, по Цельсию. Имеют IP65, одеваются и подключаются проводом к носимому терминалу, тот, который, например, расположен на руке ВТ-6000. Все операции, все действия производятся именно на данном радиотерминале. Целокупность радиотерминала носимого на руке и этих очков позволяет эффективно работать сотрудникам. Как это происходит в реальном режиме времени, сейчас я попытаюсь загрузить еще одно наше видео и показать. Поскольку у вас есть на руке терминал, вы можете сотруднику в случае необходимости выдать Bluetooth-сканер, который будет сканировать ваш штрих-код. Все операции, все подтверждения вы сотрудник можете осуществлять либо голосом, либо с использованием дотрагивания до очков. То есть на экране у сотрудника будет отображаться, можно использовать любое устройство. Например, можно взять планшет, положить его в сторону или положить в определенную сумку и связывать, и работать. Это вот одно характерное видео. Сейчас я загружу еще одно видео, которое поможет нам понять, как мы можем еще использовать данные очки уже с привязкой именно к продукции компании Zebra и с привязкой к оборудованию компании Zebra. На экране у сотрудника, если вы обратили внимание, с правой стороны видео, там появляется рабочий экран и отображение той информации, с которой работает сотрудник. То есть сотруднику не надо бросать взгляд на экран терминала, который находится на поясе. Все отображается на экране носимых очков, носимого экрана. Используя эти носимые дисплеи в совокупности с определенным программом спечения, либо разработав свой собственный сценарий, мы можем накладывать для сотрудников дополнительную работу, подсказывать, что нужно, в какой ячейке взять груз, и при этом ту или другую ячейку подсвечить, чтобы сотрудник просто не ошибся, не приехал и не взял что-то другое. Данный носимый дисплей компания Zebra презентовала в конце прошлого года, и на текущий момент, если у кого-то из вас появится желание посмотреть, попробовать его руками, компания Zebra вместе с нами готова провести показ, презентацию, и дать попробовать посмотреть, как работают эти носимые очки. В принципе, все. Спасибо вам за внимание.